МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Православная церковь установила 8 особых дней для поминовения усопших. Самый важный из них – Радоница. Он отмечается на 9-й день после Пасхи. Верующие посещают церковную службу и делятся со своими умершими родственниками пасхальной радостью. Так что для православных Радоница в первую очередь праздник, в который не принято грустить. И все же для большинства из нас в родительский день принято обязательно побывать на кладбище, посетить погилки своих близких. Такая уж народная традиция. Добраться до кладбищ в этот день не проблема. Перевозчики организуют дополнительные маршруты и без преувеличения половины автобусного парка Абакана доставляют пассажиров ко всем городским кладбищам. На самом крупном из них – Подсининском. Сегодня побывали десятки тысяч человек. Поминальные традиции у каждого свои. Здесь у меня похоронена мама моя. В этот день пришли, хочет ее память положить, цветочки. Напоминать тут не собираемся. Не знаю, у нас нет такой привычки. У меня здесь вот муж, сын. Они тут вместе, подхороненные. Помянем сейчас мы их чаем, печеницем. Есть и одна общая для всех традиция. На могилках убираются заранее, чтобы в родительский день не отвлекаться на водничные дела. Сегодня с памятников лишь смахивают пыль, заменяют старые поблегшие цветы и все время посвящают общению со своими умершими родственниками. Наши родители так же делали, так и мы делаем. И своим внучатам всем говорим. Уж пока мы живы, будем ходить. А когда уже нас не будет, приходите нас поминать. Этот родительский день Подсининское кладбище последний раз встречает в статусе действующего. Через несколько месяцев на пустыре рядом с ним откроется новый некрополь. Участок в 10 гектаров сейчас находится в стадии согласования. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Лишь чудом не пострадали пассажиры «Газели», направляющиеся сегодня из Усть-Абакана в Абакан. По рассказам очевидцев, иномарка вылетела навстречу и столкнулась с микроавтобусом лоб в лоб. Маршрутка улетела под откос буквально на ровном месте. Микроавтобус направлялся из Усть-Абакана в столицу республики, но далеко уехать от райцентра не удалось. По словам водителя «Газели», на большой скорости навстречу вылетела «Хонда Цивик». Буквально секунды не хватило, чтобы не проехал. Он бы улетел туда сам и все. Вот мне секунды не хватило. Это всегда так во всех ДТП бывает. А значит, если бы... Вот представляешь ситуацию, если бы мы улетели с полутораметровой высоты, любая «Газель» переворачивается, ну, это секунда. А перевертыш, это переломы, ну и летали, ну и смерть. Полицейские сейчас устанавливают личность водителя иномарки. Он сбежал с места аварии. По одной из версий, виновник был пьян и прежде уже был лишен прав. Стоит отметить, в «Газели» находилось 14 пассажиров. С жалобами на ушибы к медикам пока обратились два человека. В Саиногорске откроется дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. В противном случае своих кресел лишится ряд республиканских чиновников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин. Накануне с рабочим визитом он побывал в городе Металургов. Подробнее о поездке Ольга Стельмах. Не будет начала строительства, будем говорить по-другому. Я не буду говорить из резких слов, кадровая замена, еще что-то. Я очень надеюсь, что у вас хватит мудрости. Столь жесткая реакция главы Хакасии в адрес Минфина и Минрегионразвития объяснима. Дом-интернат на 50 мест в Саиногорске должны были открыть много лет назад. Возводить его стали еще в 1997 году. Все это время здание находилось в муниципальной собственности. Денег не хватало. В августе же прошлого года интернат передали республике. Тогда Виктор Зимин дал распоряжение как можно быстрее приступить к строительству. Однако время вновь упустили. Я помню, о чем здесь говорил. Я помню, о чем говорил, когда приезжал первый раз в Саиногорск. Мы чуть-чуть пошевелились и бросили. Да, 65 миллионов. Но мы же не первый объект, где их находим. Правда? Опасность в республике появилась. Мы нашли 50 миллионов. Правда? Да, мы быстро строим, спасаем население. Это тоже спасение населения. Это те, кто отработал на эту республику. Потерянное время обернется для республики дополнительными затратами. Общая стоимость дома-интерната – 88 миллионов рублей. Из них освоили лишь 23 миллиона. Это подсчеты прошлых лет. Скоро, по мнению специалистов, средств потребуется гораздо больше. Необходимо внести изменения в проектно-смертную документацию, потому что изменились ГОСТ, изменились СНИПы. И, соответственно, будет уточненная стоимость после того, как будет проведена корректировка проектно-смертной документации. За два месяца возобновить строительство в такой срок Виктор Зимин потребовал от чиновников решить бумажные проблемы. На этой неделе пакет документов полностью в комитет по госзакупкам на размещение заказа мы передадим. Хорошо. Следующая остановка – третья школа. И более приятное событие – награждение кадетов. В этом году они впервые встречали День Победы в Абакане и стали самыми юными участниками парада. Торжественным маршем по Первомайской площади прошли 40 воспитанников. От этого предшествовала большая подготовительная работа. Поэтому детей взяли самых выносливых, самых стойких. Виктор Зимин вручил каждому участнику парада благодарственные письма и лично поблагодарил за хорошую подготовку. Глава правительства побывал и на месте будущего городского сквера. Долгое время центр Сайногорска занимал стихийный рынок. На пустыре установят фонтан, скамейки, разобьют газоны. Для самых маленьких же посетителей смонтируют детскую площадку. Работу завершат, заверил глава города, к концу лета. Ольга Семах, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. По базе совершено нападение на заместителя главы города Александра Дорохова избили в подъезде собственного дома. В МВД пояснили, что преступление было совершено 4 мая. Мужчина сделал замечание парням, которые устроили туалет в подъезде. Также пригрозил вызвать полицию. Реакцией со стороны юноши на слова заместителя мэра стало рукоприкладство. Нашей съемочной группе удалось встретиться с пострадавшим. Александр Дорохов сейчас проходит лечение в стационаре республиканской больницы. Врачи поставили диагноз сотрясения головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Мужчина рассказал, что парней было трое, все пьяные. Защититься от нападающих возможности не было. При этом молодых людей не остановил ни статус Александра Дорохова, ни то, что поблизости находилась супруга мужчины. Замглавы в тот же день подал заявление в полицию и забирать его не собирается. Я проявил гражданскую свою позицию. Если бы, может быть, все так делали, делали замечания, может быть, таких подонков было бы и меньше. Люди знали меня. Один из этих подростков, так скажем, он был накануне буквально на призывной комиссии. Председателем этой призывной комиссии являюсь я, поэтому, может быть, какая-то злоба у него в душе закаралась на меня. Может, еще какую-то обиду выплесну. Выйти на след преступников полицейским удалось в течение суток. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», совершенное из хулиганских побуждений. Молодым людям может грозить до двух лет лишения свободы. Хулиганы известны своими выходками в Абазе, и жители города надеются, что на этот раз им не удастся уйти от ответственности. Что касается Александра Дорохова, то он чувствует себя лучше и планирует в ближайшее время выписаться из больницы. В Абакане работают фирмы, которые помогают незаконно обналичить материнский капитал. Эту информацию официально подтверждает Пенсионный фонд. Правда, вывести мошенников на чистую воду сложно, ведь для этого нужны изноявления пострадавших в полицию. В большинстве случаев клиенты молчат, ведь им отдают часть материнского капитала. Однако иногда схема работы мошенников дает сбой, и тогда деньги уже не вернуть. Один из таких примеров в материале Елены Крыловой. Ирина живет в бараке и ждет шестого ребенка. Буквально полгода назад она была держателем материнского капитала. Сейчас государственных денег на ее счете больше нет. Зато она владелец дома в деревне Суботина Шушенского района. Правда, его она не видела и даже адреса не знает. Помогли приобрести недвижимость специалисты из Абакана. Они взяли сертификат, купили дом, обещали продать и отдать наличные. Себе просили 40 тысяч за услугу. Когда они меня привезли в эту контору, я тоже говорю, а это говорю, ну, не, не, сейчас уже закон такой, меня как бы, она это, это все, говорит, у нас по закону. Номер телефона кооператива дали те, кто уже воспользовался услугой и остался доволен, хватило одного звонка. Ирину пригласили со всеми документами в Абакан. Встретили на автовокзале, на личном автомобиле, возили куда нужно. Впрочем, клиентам здесь и сейчас рады. Мне ваш номер телефона дали, сказали, что вот с материнским капиталом вы работаете, я наличить хочу. Ну, мы работаем с капиталом, да. И вы как в Абакане будете подъедете, я вам все расскажу. А скажите, вот деньги получу наличные, да? Наличные получаете через пять рабочих дней после регистрации. Клиентам деньги кооператив отдавал действительно быстро и все молчали, а вот в этом конкретном случае продажа затянулась. В пенсионном фонде пояснили, они уже ловили мошенников, которые несколько раз перепродавали один и тот же дом в деревне Суботина. Возможно, тот самый. К женщине необходимо обращаться в правоохранительные органы о том, чтобы проверили деятельность именно той организации, которая ей довоза им. Ну, и естественно, к этой женщине будут тоже задаваться определенные вопросы, как так. Если даже факт мошенничества будет подтвержден, деньги женщине не вернут. Ведь, по сути дела, она сама пыталась обмануть государство и сама же пострадала от действий мошенников. Пенсионный фонд зарегистрировал факт того, что материнский капитал освоен, а законно или нет, это уже значения не имеет. Ведь она распорядилась сама, деньги отправят обратно в бюджет. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Подробности предстоящей «Ночи музеев» озвучили сегодня организаторы. Напомним, 16 лет назад в Берлине впервые прошла ночная акция, приуроченная к профессиональному празднику музейщиков. Сотрудники каждый раз стараются удивить гостей. Этот год не исключение. Акция «Ночь музеев» объединила Хакасский краеведческий, железнодорожный и городскую картинную галерею. Творческий союз проводит ее уже четвертый раз. В этом году под эгидой года культурной олимпиады Сочи-2013. Поэтому многие площадки посвящены теме спортивной. К примеру, в зале природы для малышей и взрослых в течение всего вечера будет организована игра в поисках олимпийских символов. Изготовление фигурок олимпийских зверей – это заяц, леопард, медвежонок, насколько мы знаем, которые будут символами олимпиады Сочи-2014 – тоже можно будет изготовить из теста. Традиционно в зале каменных изваяний и дворянском гнезде живет история. Гостеприим на встрече от посетителей хозяева Хакасской юрты. В программе уроки исторического моделирования, мастер-классы в гончарной и мастерской Марка Шагала, организованной в залах Абаканской картинной галереи. Кстати, тематика ее площадок – искусство, как оно есть. Отсюда и демонстрация разных его видов – от декоративно-прикладного до студенческого театра. Преобразится до неузнаваемости и дерево художников, вблизи которого будет работать фотостудия. Однако гвоздь программы – рисунки на песке. С наступлением уже позднего вечера, скажем так, в выставочном зале будет погашен свет, будет играть приятная музыка, которая будет настраивать на такой художественный лад, скажем так, посетителей, и появится возможность сотворить что-либо из песка. Или просто отдохнуть, глядя в окно вагонного купе. Железнодорожный музей открылся после ремонта. Экспозиции обновлены, появились новые экспонаты и новые блиц-интервью, викторины, скоростные мастер-классы, специально подготовленные к ночи музеев, которые завершатся по традиции поздно вечером в файер-шоу. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакаси. Бессмертный полк прошагал по улицам республики. Ко всероссийскому проекту присоединились во многих городах и районах Хакасии. Но самое масштабное шествие было в столице. Несколько тысяч горожан несли портреты своих родных бойцов. Итоги проекта в Абакане мы подведем с его координатором. Всеволод Пиминов сегодня гость нашей студии. Далее в ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блок. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok